Недельная глава называется «Насо». Насо и Тайшу Бемидбар с 4 главы 21 стиха по 7 главу 89 стих. В общем, по конец главы. И автора, судей, 13 глава, со 2 по 25 стих. Может, у меня тут опечатка? Посмотри, в 7 главе сколько стихов? Наверное, меньше, чем 89. 89, да? Очень правильно описывал я. И автора, судей, 13 глава, со 2 по 25 стих. И это, собственно говоря, смысловое продолжение этой главы по исчислению, которая была раньше, только здесь говорится об исчислении колена Гершома. И поэтому опять-таки передо мной стоит такой вопрос. Или говорить только о том, что говорится в главе, или говорить по темам. Поэтому мы откроем немножко тему о служении левитов. Итак, Ваедебер Адонай Эль-Маше Ле-Имор. Говорил Бог, обращаясь к Маше, так. «Исчиси общее число сынов Гершона по отчим домам их, по семействам их, от 30 лет и старше до 50 лет. Исчисли их всех, кому стоять на службе для исполнения работы в шатре откровения». То есть, помните, требования возрастные для простых израильтян и для левитов были разные. Почему? Потому что левитам нужно было что? Учиться прежде. Прежде чем достигнуть служения, возраста служения. Они начинали служение в 20 лет, но они 5 лет учились, как простые ученики. Потом 5 лет стажировки. И когда они только могли поступать к служению? 30 годам. А в 50 лет они выходили на пенсию за вредность. И молоко им бесплатно давали. Правда? На халяву. Совершенно верно. Содержимое этой главы недельно можно разделить так, на три части. Сначала говорится о исчислении евреев, которое производилось в пустыне. Потом говорится о вопросах, связанных с ритуальной чистотой и жертвоприношением. И он короткий, состоит всего лишь из 10 стихов. И третий, самый длинный такой раздел, объемистый, включая всего 50 стихов. И там говорится о попределенном обряде, который восстанавливает доброе имя женщины, подозреваемую в измене своему мужу. Говорится «сота». Но интересно, что в трактате «сота» также говорятся законы относительно Назира, Назарея. Почему же законы относительно Назира, Назарея похожи на законы относительно женщины? Назарей дает обет, да? Обет, посвящение. И женщина тоже дает обет, посвящение своему мужу. И мы будем говорить, как проходил дальше обряд «сота». Итак, поговорим немножко о левитах. У меня здесь такой подзаголовок. Левиты – это те, кто ближе к телу. Потому что «лаво» означает «прижиматься», «примыкать». Вот так вот, «прильнуть», «прильнуть». А также, может быть, «логол лаво» в смысле «течь». Вот так вот. Поэтому змей какой там, левиатан, да? Он как бы перетекает, как движется змеи. И отсюда русское слово «лава», да? «Лава» – лить. «Лава» – то, что льется, да? Хорошо. Итак, значит, было насчитано всего 8580 сынов леви, от 30 лет и старше до 50 лет всех годных исполнений службы служения и ношения при шатре соборном. Что же говорилось под службой служения? Раши говорит так, что служба служения, видите, как бы тавтология, получается. Служба служения. Если уже служение, так понятно, что служба, да? И на иврите это звучит так – «авадат авада». Раши говорит, что это пение с кемвалами, кенорами. То есть является служением внутри службы, то есть литургии. Основную службу в храме несли когены. Их священодействие сопровождали левиты пением и игрой на музыкальных инструментах. Полагалось, что пение левитов служило храмовой службой, выполняемой когенами. Эти функции колена леви и называются в торе службы служения. То есть когены служили Богу и народу Израиля, а левиты служили службе когенов. То есть это как бы договорительная служба. Во дворе храма находилось специальное возвышение, которое называлось Духан. Знакомо вам это слово Духан? Слышали, да, в Азии? И располагались музыканты. Хор включал в себя не менее 12 певчих. Они могли быть только левиты старше 30 лет, прошедшие предварительно пятилетнюю подготовку. Но к пению могли иногда присоединяться несовершеннолетние левиты. И на Духан им подниматься не разрешалось. И таких малолетних певцов назывались Цоаре Левиим. А буквально их перевод называется Мучители Левитов. То есть были левиты профессионалы, да? И художественная самодеятельность, которая стояла под Духаном и подпевала разными голосами, вроде как у нас бывает. Это были мучители левитов. В оркестрах говорят, что своими звонкими чистыми голосами они затмевали искусство своих старших братьев. В оркестр, сопровождавший пение хора, допускались представители и других колен. И даже если мы посмотрим внимательно, пара липоминонтов, что-то похоже, что там присутствовали и женщины. Потому что говорится о дочерях, там сыновьях и дочерях. Потом сказано, что все они вместе служили в храме, да? Какое служение несли эти женщины, не знаю. Но есть такое что-то похожее. Инструменты. Какие Рамбам? Насчитывал пять видов инструментов. Это три вида. Цельцаль, Невель, Кинор. Цельцаль, это как тарелки, да? Цельцаль, звонить, звонилки буквально. И это был единственный ударный инструмент в оркестре левитов. И в оркестр ходила всего лишь одна пара тарелок. То есть ясно, что это не было джаз-банда, не было кучи барабанов, да? Они несли только определенный ритм. А другие струнные инструменты, Невел и Кинор, помните, это виды арфы, имевшие разное количество струн. И из Невелов современной раздовидности десятиструнная, да? Псантер. В современной иврите Псантер это пианино. То есть вот это из этого Невела. А Кинор – скрипка на современном иврите. То есть они отличались по своему звучанию и по количеству струн. По Йосифу Флавии Невел имел двенадцать струн, из которых звук извлекался пальцеви. По септовагинте и вульгате Невел называется арфа. Но живший в семнадцатом веке Авраам Пантелеоне в своей книге «Шелхе Хагибарим» употребляет Невел тринадцатиструнной лютни. То есть из Невела, возможно, произошло лютно, да, и другие подобные струнные инструменты. А если в Дом Завете, да, на чем играют в Откровении славящие Господа? На кифарах. Кифара или китара или гитара. Если читать в Откровении то, что там написано, то славят в Откровении Господа на гитарах. Так и читайте. Просто в старину, да, они любили, так сказать, поддревность, поддревность кифара. Это музыкальный инструмент греческий, из которого произошла, соответственно, гитара. Дальше еще был Ювал. Ювал – это Ювал, отцом, играющий на киноре, и у Гави упоминается. Так вот, в современной юридике кино скрипка, а у Гав – это орган. У Гав – это такая, сначала была с двумя трубочками, да, духовой инструмент. Потом стало нечто похожее на что? На шотландскую волынку, можно тоже сказать, у Гав. Поэтому на волынках тоже играли. Да, ну и от этой волынки, если уже сделать стационарную такую волынку с большим количеством труб, что получается? Орган. Орган. Хорошо. Вот. То есть есть различные толкования этого. Хорошо. И исполняли они, в основном, из книг и псалмов – это произведения десяти различных авторов. Некоторые говорят, что самым древним сочинителем псалмов был Адам. Но авторами некоторых псалмов были сыновья Левита Короха, жившие во времена Машер Рабена. Почему они не погибли в бунте Короха, мы будем разбирать книги, соответствующие Короха, недельной главе. И авторами псалмов были Левиты Короха, сам Машер Рабейну, а также трое Левитов, современников Давида – Гейман, Едутун и Асав. Ну и большее количество, да и большее количество, конечно, кому принадлежит? Давиду, да? Принадлежит Давиду. И в последней главе Дасо говорится не о музыкантах, а о носильщиках. То есть это очень важное служение, и поэтому оно выделено как бы в начале следующей главы. Смотрите, что все Левиты, каждый точности знал свое служение. Вначале Левитов было немного, и они были все задействованы, да? А затем были они разделены на определенные группы, и они служили по две недели там в году. Называлось череда, да? Череда. Назывались череда. Но все равно каждый Левит точности знал свое служение. И когда переносили скинию, то каждый точно знал, да? Я уже говорил, мое служение, допустим, нести восьмое правое бревно от скинии. И все. Он отвечал четко. Это вот очень похоже на то, как на корабле. Если вы знаете, на корабле у каждого моряка вот здесь имеется номер. По этому номеру можно точно определить, какую он функцию выполняет, да? То есть первым пишется БЧ, боевая часть, да? У меня номер начинался бы с пятерки. Значит, начинался бы номер с пятерки, потому что БЧ – пять. БЧ – пять. БЧ – пять. Я помощник начальника медицинской службы на корабле второго ранга, да? БЧ – пять – это означает медицинская служба. БЧ – один – это командирско-штурманская группа. БЧ – два – минно-артиллерийская и так далее. Вторая бы у меня цифра, скорее всего, стояло бы два. Потому что на корабле второго ранга разворачивает два медицинских поста. И я был бы начальником на втором посту. Дальше стоял бы номер функции, которые я там выполняю. Ну, потому что на медицинском посту, да, врач, начальник, может быть, это единица была бы. И это 0-1. И последняя цифра 1, 2 или 3 обозначает что? Смены вахты. Первая вахта, вторая вахта и третья вахта. То есть каждый абсолютно точно знает по боевому расписанию, где он находится. Вот нечто подобное было у Левида. Мы видим, что Бог, он что прежде всего? Бог порядка. Он не Бог хаоса. Не хватали первого попавшегося в блину, которое они там видели, да, и не тащили. А потом спрашивают, где Ванька с нашим красным знаменем, да? Считал я одну очень еврестическую историю. Как полковое знамя где-то потеряли. Казалось, его утащили пионеры в свою школу. Вы представляете, если теряется его знамя, значит, полки или дивизию должны расформировать. А вот так. Кому-то дали, тот передал второму, тот передал третьему на параде. И все. Поэтому такого не случалось. Тем более, что бревна были позолоченные, там были еще золотые штучки. И каждый очень легко мог другому загнать, да? А потом бы где искали. Что? Но каждый нес ответственность. Если исчезал какой-то предмет, то сразу можно было определить человека, который нес за это ответственность. Хорошо. И определенные были пения. Пения. Например, да, вот ответственность. Рода Гершона должны были готовить по ходу полотнища, завесы, покровы, ширмы. Внутренние двора нести их. А также должны были петь во время каждодневных, утренних и полуденных приношений. А также при всех общинных приношениях, при жертвоприношениях Алот и других. А также в праздник Шавуот. И в первый день недели пели Тегелим 24.1. Гошему принадлежит земля и все исполняющее ее, то есть это воскресенье, да? Во второй день недели пели Велик Гошем и Всехвален в ограде нашего Бога на горе его святости. Тегелим 48.2. Третий день пели. Бог стоит в собрании судей. Дальше. Четвертый день. Бог общения. Ашем – Бог отпщения. Яви себя. Тегелим 94.1. Если я говорю Тегелим, значит, еврейская нумерация псалма, она не совпадает с русской. Да. В пятый день. Радостно поите Богу твердыни наши, с ликованием восклицайте Богу Якова. Тегелим 81.2. В шестой день Гошем царствует, он облечен величием, облечен Гошему огучеством и припоясан. Тегелим 93.2. И так далее. То есть для каждого дня, да, и был отдельно, можете найти, даже называется, на песня, на день какой? Субботный. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, да. То есть на каждый день недели вот шел определенный псалом. На день субботний, 92. Псалом. И мы видим, что никто не гордился другим служением, да, потому что он знал, что это служение ответственное. И, допустим, те, кто носил бревна или убирал в скине, они не завидовали тем, кто пели, да. И наоборот. Потому что, почему? Если я из другого колена, то пусть у меня даже самый замечательный музыкальный слух, да, на духан меня и пусть. В крайнем случае я там буду подпевать хором где-то сзади или внизу, да. Это зависело не от твоего положения, которое ты хочешь приобрести, а от того, какого рода он был призван. И это для нас тоже большое понимание Божьей мудрости. Человек, который приобретает Божью мудрость, лишается зависти и обретает покой. Божьи, поэтому мы не должны завидовать друг другу. А дальше речь шла о Назире и Сота. То такое Назир. Слово Назир, определение этого слова, воздерживающийся. Да, слово Назир означает воздерживающийся. И рассказ о Назире помещен рядом с рассказом о неверной жене. Почему нужно воздерживаться от Хмельнова? Потому что большое число преступлений против морали совершается под влиянием Хмельнова, правда? Кроме воздержания от вина, Назиру также было предписано воздерживаться от употребления в пищу винограда от зерен до кожицы. То есть все, что входит в плод виноградной лозы. Запрещено было стричь волосы и оскверняться прикосновением к мертвому. Назарейство было всегда на определенный срок. Ну, только некоторые отдельные личности были определены в Назарейство с рождения. Ну, например, какой? Шимшон. Шимшон. Самсон. А что значит шимшон? Да, солнечный. Шимшон означает солнечный. И даже до рождения в утробе матери, ангел сказал матери, берегись, не пей вина и не ешь ничего нечистого. Это указывает, что да, служение. Когда его началось? Вот с такого вот размера, да? Вот с такого вот размера началось его служение. Это удивительно, да? Поэтому очень похоже, как пророк Езекиэль, помните? Он был самым молодым пророком, да? И он говорил, или Еремия, Еремия, по-моему, говорит, да? Я самый маленький. Вот я, Бог, тебя выбрал, если что? С утробы матери для служения. Хорошо. Посмотрите, или Езекиэль, или Еремия. И по словам Игуды Наси, положительной чертой Назарейства является воздержание от вина. А от остального роль играет моральное совершенствование человека, пожелавшего стать божьим Назиром. Что же означает, видите, Назарейство? Это воздержание плоти. Когда мы воздерживаемся даже от того, что разрешено, да? Ради Бога. И это не значит аскетизм. Потому что Назарейство было на какое-то определенное время. И мы видим, что Назир приносил жертву Ашам после, то есть как бы жертву за какой-то неосознанный грех. Почему? Видите? Потому что с одной стороны Назир превращается в Бога, с другой стороны Назир не должен был быть аскетичным. И отказываться от того, что Бог разрешает, это грех. Правда? Похоже, что такой обед Назарейство давал Тимофей? Похоже? Ну, по крайней мере, Павел им говорил, хватит тебе же дурю маяться, а пей понемножку вина. Потому что тебе, братец, плохо. Вино, вы знаете, оно поддерживает иммунитет, да? И полезно. Но я не говорю, чтобы уже пили вино тех, которых... Голоха такая, чтобы не пить вино. Но, в принципе, вино полезно. Повышает иммунитет, в особенности красное вино. Против радионуклиидов. Ну, надо иметь мудрость. Правда? Так как в нашем, да, так как в нашем обществе просто нету людей, которые, понимаете, могут определить точную дозировку, да? И могут соблазниться, то, по принципу, не соблазняй другого. Да. Не соблазняй другого. Итак, женщина Сота. Сота, это была такая женщина, не та, что изменила мужу, и все об этом знают, да? Почему? Потому что, если было два свидетеля, и эти два свидетеля должны были подойти к женщине, к мужчине, и должны были предупредить, что если все будут продолжать вододействовать, то придется их побить конями. А они сказали, нет, мы все равно хотим это делать. Да? Вот. И они занимаются сексом, а два свидетеля в щелочку это видят. Потому что, если два свидетеля не видят это, они не могут, да, быть свидетелями. Вот Пенхас, например, когда он увидел, что занимается недозволенным, да, он взял копье и убил двух человек. По идее, он должен им был сказать, ребята, это делать нельзя. Если бы они его послали куда подальше, он должен был бы привезти двух человек, которые, да, в то время тебе бы продолжались. Это тогда было бы. Во всех других случаях, да, это было недействительно. Поэтому, почему Ишуа говорил об этом суде, да, побивать таких камнями? Там, может быть, поставить вопрос, а судьи кто? А где второй свидетель? То есть, процедура сама суда была неправильной, да? Они поймать хотели Ишуа, но в действительности они сами не соблюдали тех законов, которые постановили. Одно, если нарушался каким-то образом этот процессуальный, так сказать, кодекс, ну, люди видели, но свидетелей настоящих не было, или подозревали, или муж подозревал, да, находил на него дух ревности. Ну, нет, Господа, конечно, есть ревность по Богу, да? А есть ревность почему? От ущемленного самолюбия. Это же моя жена. Как она посмела? И тогда нужно было сделать тест. Как, говорил, писает этот Медраш, этот тест. Каген обнажал ее голову, говорил ей, ты отошла от пути дочерей Израилек, прикрывающих свои головы, и пошла по пути язычников, которые расхаживают с непокрытыми волосами. Вот тебе то, чего ты хотела. То есть Раши комментирует, что для дочерей Израиля обнажение головы считалось позором. И мы знаем, да, что так было не только у евреев, было и в России, в особенности в 18-19 веке, ну, в 20 веке уже не стали этого соблюдать. А вот поэтому, если мы читаем Грибоедова, да, было такое выражение, а просто волосы, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Что же это означает? Это означает, они выходили за рамки приличия. Они выходили за рамки приличия. Дальше, значит, что делали? Прали, да, вот, с ее, такое слово, что она не является прелюбодейцей. И она должна была выпить, да, выпить чернила, смытые, с имени Божьего. Да, а чернила в то время из чего делали? Да, из желчного пузыря каракатицы. Каракатицы выбрасывают эти чернила, они какие, горькие были, да. Поэтому вода для испытания, она называлась горькая вода. Горькая вода. И если, да, она после этого начинала заболевать, то, значит, она тест что? Не прошла, не сдала. Если Господь поможет, то не заболеет. Правда? А если она не находится под Божьим покровительством, то она заболевала. После этого, говорят, даже становилась бездетной. Бездетной. Да. И вопрос же, почему говорится о жене? А почему, если муж блудил? Что с ним делать надо было? М? Видите, потому что муж, да, муж, он держит, он держит в себе семью, но жена является сцепляющей силой любви. Поэтому любовь, да, она идет от женщины. И если женщина нарушила супружеская верность, и то плохо, и то плохо, да? Но если женщина нарушила супружескую верность, то разрушительное влияние от этого значительно сильнее. У женщины вообще больше ответственность касательно семьи. И во всех вопросах семьи. Вы понимаете. У мужчины тоже есть ответственность, но у него другая ответственность есть, да. Хотя если и мужчину находили, да, за прелюбодеянием, то его казнили тоже. Но вот такой тест на соту. Если женщина вдруг начинала ревновать мужу, не проводился. Потому что все-таки у мужчины и у женщины есть разная функция в себе. Хорошо. Вот. Да, уникальность партнеров, показывается, здесь переживается в полноте. И переживается как собственная уникальность. Муж и жена свидетели друг друга. Свидетели взаимной уникальности и неподменимости. Нельзя заменить мужа женой и нельзя заменить жену мужем, да. Но каждый сам по себе. И поэтому, когда муж уверен в неверности жены, но нет свидетелей, это очень серьезная и более разрушительная сила. А женщина, она больше способна любить и больше способна прощать. Правда? И об этом говорит, что женщина должна проявлять к мужу большую милость. Мужчина бывает более-таки подвергается гневу. Ну, так я размышляю. Хорошо. Да. И учили наши наставники. Значит, если муж чист от греха, с помощью воды можно проверить верность его жены. Но если муж не чист от греха, то с помощью воды это и нельзя проверить верность его жены. А также еще Талмуд говорит, что после того, как прошло определенное время, этот тест перестал действовать. Почему? Потому что настолько умножилось беззаконие, да, что пришлось бы, наверное, каждую вторую женщину бы. Да, тестировать. А мужчины не тестировали. А мужчины не тестировали. Хорошо. Так. Если человек, будучи взрослым, пишет Рамбам, Мишни Торо, когда-либо вступал в запрещенную связь, то вода, наводящая проклятие, не проверяет его жену. То есть, если муж был виноват и тоже где-то блудил, да, то жена, даже будучи виноватой, казалась невинной, потому что она была, что, по отношению к этому мужу. Но если бы муж был не виноват, да, то это действовало на жену. Ну, так, по крайней мере, говорит Медраж. А потом говорится, что будет смеяться над проверкой горькой воды жена, ибо расскажет своим другом, подругам, что согрешила, а вода не подействовала на нее. И поэтому, когда во времена второго храма умножились открыто разратничащие, Санхедрин постановил отменить использование горькой воды. Вот так получается. Хорошо. Теперь. Вот если бы Иуду, да, проверили. На этот тест тоже. Правильно. Женщина правее ее. Так. Теперь Тора об исповеди. Тора об исповеди. Бэммидбар, 5 глава, да, 6 стиха. На Борисе нам Израиля мужчина или женщина, если совершит какой-либо из грехов человеческих, изменив Богу, и променится, то пусть исповедуется о грехе своем, который они совершили, и возвратит каждый за предмет вины своей сполна, и прибавит к этому пятую часть стоимости, и отдаст тому, перед кем провинился. Если же у этого человека нет родственника, которому бы следовало возвратить предмет вины, то возвращаемый предмет принадлежит Богу для Кагена, сверх барана для искупления, которым он искупает его. И всякое приношение каких-либо посвящений сынов Израиля, которые они привезут Кагену, ему будет принадлежать. А посвящение каждой из принадлежащих ему, если человек передаст что-либо Кагену, то ему, то есть Кагену, оно будет принадлежать. Итак, здесь какой, говорится, правильный порядок исповедия? Да, сначала нужно исповедовать своими словами, рассказать о том, что случилось. Кому исповедовать? Всем обществу Израиля? Кагену, да? То есть исповедание приносится кому? Духовному лицу. Только в том случае, если грех вызвал какой-то резонанс во всей общине, то тогда уже, говорится, исповедание публичное. То есть исповедоваться надо кому? Тому, кому ты доверяешь. А если этот Каген, если этот священник такой, которому ты не доверяешь, то, может быть, тогда нужно попробовать исповедоваться кому-то другому. Правда? Но не своей соседке по квартире, естественно, и не кому-то другому. Потому что некоторые женщины очень любят о всяких вещах говорить, которые происходят в семье, да? А мужчины любят о своих сексуальных подвигах, хвастаться. И из этого возникают какие-то определенные проблемы, да? То есть исповедание не обыкому, да? И когда говорится, что исповедуйте, друг передумал, и признавайтесь друг в другом поступках. Это не значит, что некоторые говорят, что нужно всем это говорить. У меня на домашней группе был такой случай. Один молодой человек, ну, признался, что он занимался анонизмом. Но публично, а у всей группы. Стоило ли это говорить? Понимаете, все верующие, да? Все мы тут друг друга понимаем. И в то же время каждый считает, что это очень такое плохое вещь. Это плохое вещь. То, значит, злословие еще хуже. Согласны? Так что чесать язык или другой орган, для Бога это примерно одинаковый резонанс. Вы сами понимаете. Согласны? Значит, о таких вещах нужно говорить кому? Человеку, да? Который несет определенную духовную ответственность и может вам помочь в этих случаях. Или, допустим, если что-то случилось, я вот о своей там какое-то что-то плохо подумал или что-то сказал, допустим, так должен ли я их не обижать? Вот ты знаешь, я тебе такое подумал или я тебе такое сказал, да? А это не будет способствовать миру в семье. Понимаете? Вот поэтому исповедуйтесь друг перед другом. Говорите друг другу. Кому? Другу. Другу. Они не обы кого, а обы кому, да? То есть надо понимать. Надо понимать, кому и как исповедаться. Конечно, есть в некоторых динаминациях специальные формы исповедания и так далее. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Я не знаю. Это думать надо каждый по-своему. Но нужно исповедоваться, во-первых, пишите, пишите. Первый критерий, кому исповедоваться, да? Значит, тот, кому вы доверяете, да? Вот. Второе, что он должен обладать каким-то духовным опытом, да? Быть более духовным, чем вы, или менее духовным, чем вы. Да. И третье, он должен иметь какую-то власть. Ну, вот дети могут рассказать родителям о своем грехе. Да, потому что родители имеют над ними власть. Если пастор, он имеет власть. Есть лучше, если какие-то люди есть определенные. Кстати, очень тяжелая работа принимать исповедание от кого-то. Знаете, эта тяжесть наваливается намного больше. Ах, как врач, знаю о таком. Когда ты несешь не только свою, но и тяжесть другого человека. Или еще, если мы нанесли какой-то видимый, зримый ущерб, да? Значит, мы исповедуемся перед этим человеком, просим у него прощения, да? И когда мы наносим какой-то ущерб, что нужно с этим ущербом? Возможно, возместить. И не просто возместить, да? А возместить в большем размере. Об этом говорит Тора. Дальше. Если, допустим, случилось так, что этот человек умер, кому вы должны передать эти деньги или то, что вы у него украли? Его наследникам, его семье, да? Если у него нету семьи и наследников, вы имеете право пользоваться этими деньгами? Нет. Вы должны куда принести? Ковену или в данном случае в церковь, да? Можете не обязательно объявлять всем. Вот вы знаете, я украла там у своей соседки 20 тысяч долларов, она померла. А теперь я должна сдать сколько тысяч долларов? 25 тысяч долларов. Потому что еще пятую сейчас надо прибавить, да? Хорошо. Но вы должны эти деньги сдать. То есть 100 рублей следует возместить 125 рублями, да? То есть они будут составлять, вот эти добавочные, 25. 25 будут составлять, значит, одну пятую от 100. И кроме этого нужно принести жертву искупления. Слава Богу, что нам не надо еще бегать за бараном. Потому что бараны нынче дороги, правда? Вот. Но мы помним, что жертва за нас принесена. Если мы не будем это помнить, да? Если мы не будем это помнить, что жертва принесена, Ишуа, то что, будет у нас искупление или нет? Не будет у нас искупления. Совершенно верно. И когда говорится Тора, пусть уста признает свой грех, Это, говорится, видуй. Видуй. То есть словесное признание нарушения норм Торы. Вот это место, о котором говорили Бемидбар, 5 глава, Это единственное место в Торе, где говорится об исповеди. Единственное место в Торе, где говорится об исповеди. Но всякий человек, совершивший проступок, обязан исповедоваться. Обязан исповедоваться. Стих имеет в виду конкретное преступление, Но анализируя текст, Рамбам делает вывод, Что требование исповеди, содержавшееся в этом отрывке, Распространяется на любой дурной поступок, В котором человек раскаивается. И на эту тему Рамбам написал отдельную книгу, Которую назвал Илхот-Чува. Илхот-Чува. То есть, законы раскаяния. Там он подробно описывает, Что означает признать свой грех, Как именно человек должен исповедоваться, Перед кем. И вы знаете, что целью исповеди Не только является юридическое заглаживание вины, Но прежде всего что? Исправление. У нас лагеря не просто были трудовые, Но исправительно трудовые. Правда, не знаю, кто там исправился, Кто искривился. Правда? Можно было бы лучше назвать, Искривительно трудовые. Некоторые говорят, Истребительно трудовые лагеря. А вот Тор предусматривает определенный ритуал, Который действительно исправляет человека. Но только когда? Когда мы совершаем это в своем сердце. И мы помним, что все преступления, И все, что мы делаем или не делаем, Имеется, Бейн Адам Ла Макон, И Бейн Адам Ла Хаверо. Что означает? Между Богом и человеком. И между человеком и Хаверо, Его ближним, Или его товарищем. И какие преступления более серьезные? Многие бы подумают, Что преступления перед Богом более серьезные. Да, но Ну, вот я вообще не предусматривал все. Только в Новом Завете, да. И то Новый Завет говорит, Что если мы, будучи членами церкви, да, Сознательно грешим, То тогда мы попираем Ишева. И никакой жертвы за это не существует. И поэтому эти грехи и называются грехами к чему? К смерти, да. И хулана Духа Святого, Это не так, что я сказал там, Ой, Дух Святой, Там он мне не нравится, Или какое-то там матерное слово произнес На Дух Святой. Но дело в том, что если я уже произнес это слово, Значит, у меня что? В сердце моем что-то есть. Да? Вот это, вот это самое хула, Которое находится в сердце нашем. То есть, если нам сознательно говорят, Что ты человек, ты верующий, И ты не должен делать. На неверующих это распространяется? Нет, не распространяется. Потому что если неверующий человек Хулил Духа Святого хоть миллион раз, Но он потом покаялся, То здесь не говорится об этом. Но если человек верующий И сознательно хулит Духа Святого, Тут уже совершенно другой вопрос. Неверующий, он всегда хулит Духа Святого, Своим существованием, Своим поведением. Правильно? Это совершенно неверующий мне относится. Итак, покаяние в Йом-Кипур, Пишет Рамбам. Искупая только прегрешение, Совершенное человеком по отношению к Богу. То есть, если кто Покушался на что-либо недозволенное, И так далее. Но за прегрешение, Совершенное человеком по отношению к ближнему, То есть, на решение повреждения, Обида, горобеж, Нет ему прощения, Покуда не возместит он ближнего нанесенный ущерб, И не попросит его прощения. Здесь не ставится вопрос, Простит ли тот. А если тот не простит, Вина на нем. Ну, понятно, Надо так попросить прощения, Чтобы видно было, Что твое прощение. Просишь искренне, А не так, чтобы чисто формально. Правда? Безусловно. И нужно возместить ущерб. Если это не случилось, То, сколько не проси прощения у Бога, Ничего не получится. Ну, если уже умер, Никого нет, Как говорится, ничего, То, конечно. И то, говорят евреи, Что делают, Что евреи делают? Они берут 10 человек, Миньян, И идут на могилу этого человека. Понятно, что в могиле Уже этого человека нет. Но этот ритуал просто показывает Важность и ответственность. Просить прощения У другого человека. В конце концов, все живы. Все живы. Правда? У Бога все живы. Хорошо. Надо, чтобы обиженный простил обидчика. Но, Если даже Возместил Отчаясь на ущерб, Все равно следует Попросить прощения. Даже если кто обидел Ближнего одними лишь словами, Все равно обязан Задобрить его Или убедиться, Что тот простил его обиду. Но если тот не простил, Естественно, Не отвечает человек. Хорошо. Дальше. Прося прощения. Нам не всегда следует Говорить за что именно. Иногда надо, А иногда нет. Вот, Может, Смотрели Пасху, Прощенное воскресенье, Да? Как они там? Да? А? Ну, Вот, Прости, У меня такая вещь, Что я не могу тебе сказать, Да? Ну, Будь милостив, Ко мне, Прости меня. Ну, Бывает такая формулировка тоже, Правда? Ну, Рамбам разрешает В некоторых Определенных случаях, Да? Если, Если признание Этой вины Может Послужить Нарушению, Да? Нарушением Мира Междулиними. Вы знаете, Что и вы тоже Не всегда требуете У людей правду. Бывают случаи, Когда правду что? Лучше? Лучше не знать. Лучше не говорить И лучше не знать ее. И не требуете Таких случаев У людей правду. Хорошо. Добиться прощения У того, Кто обижен, Непросто. Исправить причиненное зло Гораздо труднее, Чем не допустить его. Во-первых, Трудно, Глядя в глаза человека Признаться, Что ему, Не дай Бог, Причинено зло. Во-вторых, Привыкнув К небрежному отношению К людям, Можно и не вспомнить И вовсе не понять, Что посыл, Совершен другой поступок. И в-третьих, Может случиться, Что обидчик Слишком поздно Осознает свою вину, Когда обиженного Уже нет в живых, Или когда обидчик Не знает, Где его найти. В этих случаях Лучше быть более осторожным. Осторожным принцип В отношениях к людьми Запишите, Нужно быть настойчивым И осторожным. Осторожным, Чтобы не допустить обиды, Настойчивым, Чтобы, Если не дай Бог, Обида нанесена, Добиться прощения. И пример такой, Шувы, Луки 19 глава С 8 по 10 стих. Захей встав, Сказал Господу, Господи, Половину имения моего Я отдам нищих, А если кого чем обидел, Воздам четверо. И Шува сказал, Ныне пришло спасение Дому этого, Потому что он сын Авраама, Ибо сын человеческий Пришел взыскать И спасти погибшего. И последнее благословение Когенов. Тройственное благословение. Три уровня благословения. Первый, Да увеличит Господь Принадлежащее тебе И сохранит тебя. И это благословение какое? Физического мира. Второе, Да озарит Господь тебя Лицом своим И окажет тебе милость Касается чего? Души человека. И да обратит Господь лицо свое К тебе И даст себе Шалом Полную полноту. Это Духовное. Итак, Тройственное Благословение Когенов В мире Физическом, Душевном Человеке И Духовном. Хорошо. Благословение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...